Любителей классической живописи этот калаш может сбить. Но работа Любови Поповой преследует такую цель – шокировать, поменять классические устои. Даже название калаша говорит само за себя – живописная архитектоника. Западноевропейский кубизм, постимпрессионизм соединяются с народным творчеством на выставке «Бубновый валет. Звезды и спутники». А совсем недавно экспозиция эта обновилась. Это работы амазонок русского авангарда. Наталья Гончарова, Любови Поповой, Александра Эскстер. Имена этих художниц вошли в аналы мирового искусства. Их произведения очень высоко оцениваются на мировых аукционах. В Рязанском художественном музее два зала посвящены работам художественного объединения «Бубновый валет». Общество, которое появилось еще в 1910 году. Название выбрано не случайно. У картежников это означало «обманщика» или «плута», а у гадалок – «молодость» и «горячую кровь». Эти художники нанесли, что называется, пощечину общественному вкусу. Так назывался как раз манифест футуристов, написанный Давидом Бурлюком, где требовалось взорвать изнутри устои старого буржуазного академического искусства и провозгласить новые пути, новые пути миропонимания, восприятия. То есть, по сути, эти художники были революционерами. Художники постоянно работали и над собой, и над своим творчеством. Сначала появилось много работ, которые обычный зритель не понимал. Но при этом все признавали, что картины эти красивые. Теперь они украшают выставочные залы Рязанского художественного музея. Посетить обновленную выставку можно до 20 мая в любой день, кроме понедельника. Валерий Седов, Станислав Кудряшов. Телекомпания. Город.